Здравствуйте, Накрасьте! Меня зовут Анна Кравченко, и вы на моем канале. Сегодня я вам покажу, как сделать смоки-айз за 2 минуты и теми средствами, которым вы точно никогда не делали макияж глаз. Ну что, смоки за 2 минуты. Засекайте время. Изначально взяли помаду Анастасия Берли Хиллз и нанесли полностью на все подвижное веко. Дальше большой кистью растушевали. Тушуется просто огонь. Смотрите, 2 раза мазнул, и уже у тебя все растушевалось. Самое главное – хорошо закрепить. Поэтому сразу сейчас закрепим подвижное веко. Берем тени, оттенка, который бы вам хотелось получить смоки, и хорошо закрепляем. Опять-таки, большой кистью прям плотно-плотно аж втираем. Потому что если останется у вас подложка влажная, то у вас, соответственно, все скатается. Той же самой кистью под брови накладываю более светлый цвет. У меня будут такие теплые смоки. И еще один цвет – выход в кожу. Более коричневый, светлый, шоколадный. Теперь прорабатываем низ точно так же, плотно наношу помаду Анастасия Барри Хиллз. Далее растушевываю только край и соединяю с верхней тушевкой. Закрепляю темными коричневыми тенями. И оттушевываю край более светлыми. И прям такие аж желтовато-оранжевые. Когда они растушуются, они как раз будут ощущение, что светло-коричневые. И при желании можно поставить блик на центр. Сделает такой мокрый эффект. Ну и если захочется вам добавить праздника, давайте тогда уже сделаем синий каял. Осталось накрасить ресницы. Если хотите, при желании можно сделать так же межресничку и наклеить ресницы. Но я вам покажу тот вариант, с которым вы можете ходить каждый день. Оп, и готово. Второй глаз делаем с помощью консилера Bobby Brown. Точно так же наношу на все подвижное веко. Он более подвижный, чем помада. Поэтому в данном случае модели открывать глаза нежелательно. И растушевываем. Растушевываем только края. Видите, он лучше втушевывается. Поэтому будет более естественный, натуральный эффект. Если мне нужно вытянуть глаз, я добавляю еще. И растушевываем. Только край. Так же закрепляю теми же самыми тенями. И вы увидите сейчас, как, меняя подложку, вы можете изменить цвет. Беру цвет, который у меня втушевывается в кожу. Далее. Более светло-коричневый. Здесь я начинаю наоборот. Сверху-вниз. Можно как снизу-вверх, так и сверху-вниз закреплять. И темно-коричневый. За счет того, что подложки влажные, тень очень быстро налипает и ложится очень плотно. Не надо 15 раз наносить одни на тот же цвет, для того, чтобы получить глубокий оттенок. И наносим на низ. Точно так же консигер. Прям полностью заполняю весь нижний объем. Дальше беру кисть. Растушевываю только край. Не лезем в самое темное место, потому что иначе вы дотушуете до виска, а снизу до когенок. Растушевали. И теперь закрепляем. Сначала светлый. Дальше более темный. И самый темный. Здесь мы сделаем черную слизистую. И выведем ресничный верхний контур. Секси-пекси почти. Еще не пекси, пока только секси. Прокрашиваем ресницы. Я оставлю тени матовые. Ну, а вы можете добавлять блестки по вкусу. Надеюсь, информация для вас была полезна. Делайте на себе смоки-айз. Отмечайте меня в инстаграм, и я обязательно вас буду лайкать. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok